В Красноярске завершился чемпионат России по вольной борьбе. Турнир впервые проходил по измененным правилам и принес массу неожиданностей. Прежде всего это касается выступления известных спортсменов, которые не добрались до решающих сваток и выбыли на ранней стадии соревнований. Преподносить сенсации спортсмены начали уже в первый день финала. В титулованные красноярцы, опенсат и осетин бесик кудухов неожиданно взяли в своем весе лишь бронзу. Такую же медаль в копилку края принес супертяж Мухамагази Магомедов. Еще одна бронзовая медаль у нашего Анзора Уришева. Конечно, расстроилась. Попенсат я за него болела, так и немножко не получилось. Он, конечно, талантливый борец, как-то немножко не подошел к соревнованиям. А так, я думаю, все будет хорошо. Нынешний чемпионат России особенный. Все схватки теперь проходят по новым правилам. Для выявления сильнейшего борцам дается два периода вместо трех. Отменены баллы за выталкивание соперника за пределы ковра. Изменения, видимо, больше всего повлияли на титулованных спортсменов, которые не смогли быстро перестроиться и проиграли своим более молодым без ави. Полна сюрпризов, современная борьба, вот это новые правила. Поэтому практически в каждом весе молодые ребята победили, мастера спорта победили в категориях, где выступали заслуженные мастера спорта, мастера спортивного класса. Тем она и хороша борьба, тем чемпионат, после Олимпийский чемпионат России, он всегда отличается тем, что новые звездочки зажигаются. Освещать российский чемпионат и проследить за тем, как теперь в новых условиях будут бороться спортсмены, приехала даже съемочная группа из США. У зрителей же особый интерес к заключительному поединку турнира, в котором представитель Чечни, Амзор Балтукаев, заработал победный бал лишь на последних секундах встречи. Мог стать третьим в категории 96 килограммов красноярец Юрий Белановский. Однако в упорной поединке он наступил олимпийскому чемпиону Хаджимурату Гацалову. Особенно отметим выступление на чемпионате России дагестанских спортсменов, которые завоевали здесь четыре золотых медали. По мнению всех экспертов, изменения в правилах сделали борьбу более яркой. Это должно помочь сохранить ее в олимпийской семье. И сегодня чиновники МОГ грозятся исключить борьбу из программы игр. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Михаил Масленников. Афонтово. Новости.